девочки всем привет привет кто присоединяется прямому эфиру всем привет девчонки сегодня у нас эфир на тему дизайнов с коллекции красных оттенков burnt out и шермиконов сейчас покажу вот этих вот номера будут потом прописаны под эфиром девочки все сможете посмотреть эфир для вас проведу я меня зовут юлия фролова я мастер по дизайну моделированию ногтей также я преподаватель курсов по дизайну моделирование ногтей ну и на блогер покажу вам сегодня композицию с очень простым дизайном признать вот люблю такие дизайны за 15 секунд и их называем тем более они актуальны всегда сейчас у нас клиент предпочитает минимализм до в основном и такие дизайны они будут актуальны всегда очень рекомендую делать это на типсах до чтобы вы могли клиенту показать как будут выглядеть 5 ноготочков чтобы они понимали да что ни один тип секс дизайна мы сделали а сразу композицию пусть даже там несколько ногтей будут однотонными и так мне всегда очень нравятся вот такие линии здесь они у нас идут видите черные с белым черно черном фоне белая надпись здесь белая с черным на золоте белый и на золоте черный можно подбирать любые оттенки под выбранные нами оттенки лаков можно серебром красный сочетать он тоже красиво но все-таки золото она так как это теплый оттенок и с красным сочетается всегда лучше тем более скоро новый год новый год у нас любят клиенты что-то такое блестящее и так смотрите у нас в этой коллекции 6 очень красивых красных оттенков от яркого до темного от яркого до темного я бы хотела знаете скомбинировать пару оттенков наверное вот этот 454 и какой-то светлый чтобы понять какой нужно приложить приложить я думаю вот этот отлично подойдет это 451 возьмем два этих оттенка и скомбинируем их для того чтобы сделать классный дизайн 53 можно посмотреть но он более ягодный вот эти мне больше нравится то есть красный может быть не один а несколько оттенков 2 например да может быть даже какой-то вот темно-красный сюда тоже подойдет на хотя нет все-таки два оттенка если уж комбинировать красный самый оптимальный вариант и так два этих оттенка 454 451 мы берем все сразу откроем и начнем с типс наверное с тех на которых будет 1 тонн да сейчас вы прошу два этих оттенков для композиции а потом займемся теме которые с дизайном просто смотрите если кто еще не видел эту коллекцию деле да как она выкрашивается я когда выкрасила я хочу сказать что все оттенки кроме 455 ложатся очень замечательно в один слой то есть второй слой здесь совершенно не нужен это вообще очень круто это меня порадовало и еще хочу отметить что лайки густые то есть они очень комфортные в использовании прям вот максимально комфортно я обожаю такую консистенцию густую ближе к краскам чтобы не нужно было мне ловить этот лак чтобы он не тёк не люблю когда текут лайки поэтому для меня это как для мастера очень комфортная консистенция и пигментация оттенков так 454 тоже ложится в один слой знать у меня такая к вам рекомендация есть пример когда вы на с клиентом работаете и вам нужно вот допустим вот такой оттенок покрытия выбирайте темный камуфляж когда у вас камуфляж темный то не будет проплешин у лака то есть он будет очень плотно хорошо ложится когда он камуфляж вас темный если у вас фон какой-то прозрачный или молочный все равно может быть что будет слегка просвечивать оттенок поэтому рекомендую под светлые какие-то неоновые оттенки можно светлые брать цвета камуфляжа а вот под темные оттенки темный камуфляж берите прям будет вам счастье поправила немножечко с торца наплывчик и сушим сушиться они тоже очень даже хорошо так что нужно кисточку нужно почистить и теперь мы с вами займемся типсами на которых у нас будет дизайн обожаю дизайн с полосками да те кто меня знает кто смотрит за моим аккаунтом у меня какое-то время назад очень много было таких дизайнов в ленте они до сих пор нравятся мне нравится еще когда быстрый клиентам тоже очень нравится так вот они два оттенка да не как хорошо друг с другом нас сочетаются и если поднести прям близко камере видно что цвет лег плотно никаких проплешин вообще нету это очень здорово очень здорово так начнем мы наверное с полосок честно скажу я дизайн придумала приблизительно но я всегда в эфире и когда на клиентах работы я импровизирую потому что я придумать придумала но возможно у меня появится к это другая более классная идея в процессе поэтому заранее на типс и я ничего не делаю так что мы видим здесь вот на этой планшет очки шерми кончиками здесь у нас есть прямоугольники с фразами из с такими золотыми пятнышками знаете очень классно что появились вот именно такого плана шермикона потому что здесь уже у нас композиция готовая да вот прямоугольник пятнышко и фраза не нужно отдельно какие-то элементы делать это вообще очень удобно очень здорово давайте начнем вот с этих хочу на них опираться и так кстати можно миксовать полоски смотрите вот здесь есть тонкие полоски а здесь есть такие же да только потолще вот мы сейчас так наверное сделаем это будет очень круто смотреться да вот видите как у меня идея родилась про в процессе и вот при мне она нравится потому что прикольно смотрится и не утяжеляет композицию на руках клиента именно когда у нас полоски разной толщины то есть сверху ближе к кутикуле стоит полоска пошире к свободному краю располагаем полосочку поуже что это дает визуально композиция смотрится более легкой что ли так отрезаем нужный элемент кому принципиально чтобы букву в каком-то не кверх ногами стояли да можно перевернуть и так на одном типсе мы поставим полоску горизонтальном другом вертикально и добавим декорации до смотрим чтобы шерми кончик стоял ровно поэтому сначала мы его не прижимаем а просто вот прикладываем и контролируем чтобы он был располагался нас ровненько и сбоку всегда вот здесь здесь оставляю небольшой зазор для чего для того чтобы топ закрыл край шермикона шермикон чтобы у нас никуда не делся чтобы он не скололся потому что когда здесь образуются такие ну как бы когда шермикон заходит на ноготь да как вот накрывая его то потом он может сколоться поэтому такие вещи лучше сразу отрезать правильно чтобы потом ничего не спиливать там не опиливать и быть уверенным что ничего не произойдет что шерми кончик ваш никуда не денется так теперь берем и тоненькую полосочку можно вот с такой же надписью да не здесь вам повторяются наподобие и клеим ее вот сюда вниз с небольшим таким отступом с небольшим контролируем чтобы этот отступ был одинаково чтобы шермикон не стоял волной так поставили здесь даже резать ничего не приходится но на клиентах всегда примеряйте потому что мало ли вот действуйте прав притык шерми кончик наш стал так далее нам нужно я возьму светлый оттенок сейчас 451 и вот эту область снизу я прокрашиваю этим оттенком ничем сейчас я не перекрываю шермикон и прям вот под шерми кончиком аккуратно кисточкой ставлю оттенок если вы хорошо подготовили поверхность хорошо обезжирили шермикон у вас не отклеивается нигде то вот этот способ он очень быстрый и удобный так смотрим чтобы было все ровненько у нас проверяем здесь не чуть-чуть бликовать может девочки много людей присоединяется всем привет спасибо что присоединяйтесь и смотрите у нас эфир по легкой композиции красными оттенками из коллекции burn out и шерми конами вот таким образом вообще прикольно смотрится даже уже как самостоятельный вариант но мы сейчас тут еще ко что добавим отправляем в лампу отправляем вам так приступаем ко второму типсу и что мы здесь делаем что мы здесь делаем мы тоже ставим полоски но мы их ставим с вами уже вертикально ставим вертикально сейчас ее отклеим пинцетом не хочет отклеиваться готово и ставим вертикально здесь у нас не получится да с вами сделать тонкую полоску на весь ноготь потому что она коротенькая слишком поэтому мы просто ставим одну вот такую вот широкую одну широкую ровненько видите не посередине поставила не посередине а как бы слегка сбоку вот здесь что еще я хочу сделать я хочу взять все таки тоненькую полосочку хотя может быть и не хочу сейчас посмотрю нет хочу так возьму тонкую полоску может быть кстати взять просто полоску под рукой нету ну ладно ждите появилась идея можно так сделать и потом а ну все давайте тогда уроки вариантом кстати масса когда делаете подобные дизайны мне кажется всегда появляется параллельно еще какая-то идея как можно это обыграть что еще как можно местами поменять переставить и получить соответственно какой-то другой уже дизайн и так вот таким образом поставили шарми кончики что он теперь делаем уберем наши два оттенка делаем покрытие оставляем пустые части такой эффект негатив space темный оттенок я бы хотела поставить сбоку мне кажется так будет более интересно сбоку ставим вот таким образом кисточкой отдельной тоненькой тоже я ничем не покрываю сейчас шарми кон и ничем не покрывая чтобы не было никаких затеков и натеков я рекомендую сначала закрасить область ту которая не примыкает к шарми кону на лак поставить а потом уже провести вот эту границу чтобы случайно у вас лак не поплыл потому что кто-то работает быстрее кто-то медленнее если вы работаете не очень быстро так поставили один цвет и сушим его то лак может у нас поплыть так здесь тоже конечно можно поставить еще один оттенок но сверху но я этого делать не буду потому что первых смотрите на клиентах это не очень удобно когда мы тут еще будем все это сверху хотя если очень хочется то можно можно поставить смотрите можно прорисовать какую-то вот такие вот какие-то полоски сделать волнообразные снизу этим оттенком давайте раз у нас идут грязан такие параллельные полоски да мы параллельно можем тонкую линию вот здесь вот сверху бросить еще если вот смотреть с точки зрения гармонии то эта линия она должна быть чуть уже чем наша полоска до которой она примыкает но она может быть пошире чем нижняя полоска тогда будет смотреться интересно будет разность такая вот этих линий разность толщины линий так страны еще подойду так здесь мы тоже ее рисуем это очень кстати удобно делать так как она мы шермик он уже поставили да и он у нас является такой основой границы и так вот так мы сделаем сушим тоже в лампе и здесь светлым оттенком я хочу наверное вот эту вот часть вот эту часть выделить до полоски до полоски то есть у нас такая как бы часть ногтя боковая останется не закрытой захожу я чуть дальше от центра чтобы не прям по центру это было все а немножечко за центром так всем привет кто присоединяется к эфиру девочки вот таким образом и вровень нижней полосочки доставим наш свет так прямую линию проводим о шарме кончика тоже проводим прямую линию и и сушим то есть вот так должно у нас получится и сушим кисть у меня линеарные время есть классная кисточка линеарно 5 дров 0 мне немножко другая просто там у меня или испортил случайно так смотрите дальше мы здесь будем ставить еще шермикон и давать цвета мы ничего здесь уже на больше покрывать не будем поэтому мы можем поверхность сейчас уже покрывать топом teclas топом teclas покрываем нашу поверхность проходимся по шарме к нам то есть он у нас сейчас идет этот топ и для защиты шарме кончиков отскалывания до чтобы они хорошо у нас носились прекрасно и для того чтобы на него поставить следующий слой декораций сушим одну минуту если у вас лампа не очень мощно сушить его две минуты под постановку шарме конов потому что когда он недосушенный у него такая будет знаете слегка не липучая поверхность и шарме кона могут отходить сюда тоже наносим так смотрим чтобы шарме кона не топорщились выравниваем топом поверхность ну что это будет неудобно так сушим лампе и еще что мы делаем мы берем светлый наш оттенок который однотонный да и покрываем и покрываем среднюю часть типса тоже топом teclas хочу сюда тоже шарме кончик один поставить так ну и мы можем еще один тип сделать на же 5 ноготочков то есть можем оставить вот так позицию можем еще что-то добавить давайте добавим давайте добавим так что мы добавим и как мы добавим мы можем теперь поставить шлеме icon и как нибудь по другому их расположить расположить по другому так как мы их расположим я хочу здесь еще листья использовать листья давайте сделаем вот снизу поставим их таким вот образом вот сначала не приклеиваем эти дети он приклеился да и встал не очень ровно теперь мы снизу придется подцепить чтобы выровнять поэтому сначала не приклеивайте а просто ставьте а потом уже прижимаете как следует то что они ставятся прям вот насмерть их потом не отклеишь а если переклеиваем шермикон это у них уже липкая поверхность портится потом он уже так хорошо не встанет у вас и вот здесь ставим рядышком чуть ниже можно отступ кстати здесь вот поиграть с этими расстояниями отступ можно чуть побольше сделать чем например на других наших типс и думаю вот так вот будет очень даже но сильно большое не делайте чтобы это не смотрелось как-то так не очень да не близко к друг другу стоят это интереснее так что мы здесь делаем мы здесь сбоку сейчас поставим темный оттенок и прям кисточку так всегда рядом с собой лажу и с нее набираю и вот эту часть мы закрашиваем верхнюю верхнюю боковую крути верхнюю боковую то есть на одном типсе у нас с одной стороны темный оттенок стояла на этом будет другой стороны с противоположный вот таким вот образом до поставили наш оттенок 1 и отправляем типс в лампу сейчас я остальные достану здесь у нас тут текла с вами подсох так сейчас вот немножко подсушила из второй оттенок поставлю чтобы нам догнать наши другие типсы по времени так где мы его поставим мы поставим снизу вот здесь вот снизу и также можно не до конца например типса его нанести этот оттенок чуть-чуть ой не до конца шарми кончика вот где между верхнюю часть сначала рисуем прямоугольник покрашиваем покрываем цветом так чтобы и да у нас наш прямоугольник который у нас получается обе стороны были друг другу параллельны так и теперь верхнюю часть переворачиваем и выравниваем чтобы была ровненькая линия ровненькая линия уголочек тоже аккуратненько вот так вот подвели проверяем все ок красиво ровно смотрите вот даже вот так можно оставить да уже прикольно смотрится кстати это для тех кто совсем прям минимум минимум всего любит так что мы поставим здесь здесь я бы хотела поставить вот такой вот большую декорацию крупную то есть вот так как на этом ногте больше ничего не будет цвет у нас сам по себе очень активный до декорации поэтому можно ставить не слишком много чтобы цвет не закрыть ставим шарми кончик по центру ставим шарми кончик наш по центру я хочу дизайн сделать глянцевым но матовой тоже имеет место быть если например говорить о матовом топе можно покрыть матовым и выделить золотой участок глянцевым топом будет тоже очень прикольно смотреться тут может быть с этим казалось бы минимальным количеством оттенков и декорации огромное огромное количество вариантов как еще можно это все применить что еще можно сделать просто нужно посидеть подумать перед собой это все разложить смотрите на клиентах как мы делаем мы шарми кончик вот сейчас перекрываем быстренько чтобы у него краешки там не дай бог не встали и сушим то есть этот участок я покрыла и сушил лапе а потом буду перекрывать уже полностью топом для того чтобы шарми кон гладко лежал и для того чтобы защитить его от там вытирание то есть топ может быть может протереться сверху так активно так активной жизни какой-то имею ввиду быть может протереться и шарми кончик может тоже вот подвздеться немножечко поэтому я предпочитаю два раза проходится топом чтобы у нас все носилось идеально так здесь что мы сейчас поставим здесь у нас еще вот на этой планшетке есть такие классные листья золотые вот мне бы хотелось взять вот такой крупный листик вот такой крупный смотрите какой он интересный он с одной стороны литой а с другой ажурный очень прикольные смотрятся они как вы можете заметить я уже с этой планшет очки много декорации использовала потому что ну не очень даже популярны оказались и теперь мы этот листочек приклеиваем вот сюда как бы на границу мне очень нравится когда вот все четко смотрится то есть смотрите хвостик он будет пристроен вот к уголочку да и вот эта вся граница она будет закрываться этим листом и создавать такую как бы одно целое вот таким вот образом очень интересно еще что-то добавляйте сюда не хочу чтобы не было перебора потому что у нас красный золотом до опасно опасно уже что-то еще добавлять теперь я беру тоже этот листик сейчас топом прохожусь только по нему до вокруг чтобы его закрыть и план подправляю отправляю вам сюда что можно поставить так у нас листики так сейчас вот этот этот возьмем так как у нас листики очень будет прикольно они есть такие вот половине 4 видите один и тот же листочек но он разрезан пополам возьму вот этот вот народа большой фрагмент можно приклеить здесь один листочек допустим сюда сверху и снизу еще один тоже будет очень интересно смотреться как всем привет кто присоединяется к эфиру девочки снимаем аккуратно они тонкие могут порваться так и клеем можно например вот как раз сверху полоски красные наши до приклеить так так уже прицелиться еще как следует вот так встык приклеиваем чтобы расстояние тоже было да вот таким образом и нижнюю часть этого листочка мы берем и приклеиваем снизу можно на каком-то расстоянии можно прям строго под этим листочком но будет интересно смотреться если мы его немножечко вот так вот в сторону уведем не сюда приклеим тут мы уже вот этот вот эту часть листья листочка клеем стык в черной линии и то же самое мы проходимся топом teclas главное приклеить декорации очень хорошо чтобы нет опорщились их края не поднимались иначе топом начнете покрывать и все у нас будет подниматься так и сушим лампель самое тяжелое в таком дизайне это расклеить декорации так сушим можно покрывать топом смотрите здесь топ teclas высох теперь наносим его как полноценный топ можно teclas можно ультрашайн выбирайте топ в зависимости от вида моделирования жестким материалом в это делали или мягким выравниваем поверхность чтобы поверхность выровнялась нужно топ наносить правильно нужно его выглаживать по поверхности кисть держать параллельно поверхности не прожимать ей прям вот взяли капельку подцепили тяните видео что многих такая проблема что топ неровно ложится просто неправильно наносите все отправляем в лампу суши суши можно этот типс тоже уже топом перекрыть полностью перекрываем когда я вместе соединю все типсы вы увидите какая получается прикольная и очень легкая композиция можно конечно если заморочиться какие-то элементы ручной росписи сюда добавить но я думаю не стоит этого делать чтобы не утяжелять дизайн чтобы не было каких-то лишних элементов чтобы перегруженности не было тоже топом teclas покрываем то есть все эти типсы у нас готовы смотрите пару элементов до сделали покрытие такое интересное где-то не полностью где-то полоску нарисовали и получается очень классные современные стильный легкие быстро дизайн видеть сколько у него много формулировок так пока сушит стоп у нас еще остается так дополнив еще вот такой типс что мы можем сюда добавить я бы добавил так как у нас листочки с вами да я бы добавил тоже 100 листочка можно допустим вот один маленький маленький куда-нибудь вот сюда его поставите вверх и большой можно поставить ажурный вот сюда то есть на стыке декорации мы располагаем наши листочки так вот он такой тоже очень тяжелый в отклеивании постепенно все поставлю его вот сюда куда-нибудь наверно вот таким вот образом вот он как будто бы знаете объединяет шермиконы и оттенок и здесь не хватает чего-то хочу поставить все такой ажурный листик здесь есть еще такой вариант вот смотрите мы на одном типсе с вами поставили ажурный наполовинку литой да а есть где-то у нас литой да где-то просто ажурный а этот смотрите какой интересный он такой полулитой полу ажурный да поэтому мы поставим его вот сюда как нам его расположить чтобы они не друг за другом у нас летели как будто бы мы наверное вот так таким вот образом да такой вот осенний богатый дорогой но при этом легкий дизайн так мы нашими кончики тоже хорошенечко приклеили покрываем их топом ты класс что понес никуда не делись чтобы клиент их не потерял во время эксплуатации своих красивых ногтей и сушим на этом на этой стадии топ можно подсушить прям буквально в течение 30 секунд будет достаточно полностью он полимеризуется у нас две минуты так сейчас я лайки уберу очень классная коллекция девчонки прям очень мне понравилось я очень любитель красок да те кто меня знает вы знаете что я краску но вот когда лайки густые это прям супер то прям супер и в этой коллекции лайки именно густые так покрываем полностью я сейчас вам на что-нибудь приклею найду мне пластиночки там есть специально я вам приклею полностью композицию посмотрите то очень получилось интересно придумала я это все буквально в процессе эфира так пока сохнет сейчас сейчас вы увидите композицию полностью полностью так где мне пачечки немножко пошуршу такие вот у меня штучки для приклеивания типс можно приклеить любой поверхности рамки для фото да почему угодно в принципе кому интересно можете не потом в личку написать я могу stories поделиться ой забыл у меня же еще один тип стук не покрытый стоит один у нас будет просто вот темный оттенок он просто будет покрыт топом однотонный сначала я думал с френчем все это сделать но нет с френчем смотреться не будет именно в таком формате где у нас какие-то ногти покрыты полностью какие-то ногти покрыты с эффектом негатив спейс надеюсь правильно назвал а эффектом голых ногтей и так мы собираем нашу композицию так первый типс у нас будет допустим вот этот все выглядел сейчас так приклеиваем его жевачки ты видно сейчас потом следующем будет он будет следующий какой вот и этот будет следующий наверное вот этот так следующий сейчас я вам покажу ее полностью позицию который получается время удобных перчатков так что мы возьмем вот этот типс такой классный кстати вообще не перегруженный совершенно получился дизайн позиция так теперь вот этот и последний однотонный тоже мы приклеиваем к этой штуке пусть вот так то не лежат можно конечно интереснее расположить но не буду ваше время тратить сделаю простую расклад вот смотрите очень показательно делать именно так для своих клиентов так они понимают как например тот или иной дизайн будет выглядеть в композиции на всех многоточков если этого много да мы можем например брать вот эти два варианта ставить вот эти два до остальные сделать однотонными то есть композиция это у вас конструктор вы можете его составлять так как вам нравится усложнять облегчать и так далее то есть вот смотрите с двумя новыми оттенками из коллекции burn out можно сделать вот такую вот классную композицию казалось бы да как можно применить красные оттенки какие-то линии но вот очень такой вот получился классный вариант итак пользуйтесь этой идеи отмечайте аккаунт имя official word в своих stories повторяете отмечайте меня спикером буду рада видеть ваши отработки наших stories и так девочки эфир я сейчас сохраню спасибо рада что вам понравилось эфир я сейчас сохраню и материал который я использовала в этой работе они все будут прописаны в описании под эфиром и так всем спасибо за то что мы присутствовали смотрели особенно тем кто до конца посмотрел все всем пока